Да, Game Informer уже столько инфы об отвергнутых написали, что половине из нас уже наверняка кажется, что мы уже и в дополнение-то поиграли. Ставь лайк, если есть такое чувство. Привет, Страж, снова канал Triple Vibe на связи, и сегодня я, Джонни Лейни, расскажу тебе о том, как изменится система рубежей, ежедневных заданий и модификаторов оружия в Destiny 2 после выхода отвергнутых 4 сентября. Так или иначе, на данный момент все развитие и прокачка персонажей в игре завязано на системе рубежей. Обновляются они еженедельно, еженедельно вы выполняете горячую точку и на какой-то из планет, призыв к оружию в гарниле и так далее. За это получаете мощную энграмму с хорошим лутом, это по сути единственный способ прокачать персонажа и повышать его уровень силы. Все бы хорошо, посмотрел вкладку, понял что сделано, а что нет, и погнал выполнять недостающие рубежи. Но одни и те же рубежи? Особенно если какой-то рубеж вам не по силам, например, никак не получается пройти в испытание 9 или рейд, или вы просто ненавидите горячую точку на Меркурии, как я, например. В такие моменты эта система не кажется такой уж универсальной, а? Ну так вот, с запуском отвергнутых игроки получат гораздо больше интересных активностей, направленных на разнообразие геймплея. Рейды и логово будут предлагать набор испытаний и наград за каждую неделю, как и сейчас. Все же система престижей в логовах появилась недавно и пока что проблем не вызывает. Проходить испытания на Левиафане стало действительно интересно. А вот остальные рубежи будут иметь 4-х дневный цикл, то есть теперь у нас не еженедельный ресет, а 4-х дневный ресет. Вкладка, на которой сейчас вы проверяете рубежи, теперь будет показывать наиболее важные задания, по типу того, как это было во вкладке квесты в первой части игры. Вот вам отслеживание прохождения сюжета, вот отдельно по дополнениям и миссиям, вот отдельно выполнение особых квестов на оружие. Не обязательно теперь будет вообще лезть во вкладку с заданиями. Каждое место на карте, на котором у вас есть активное задание, будет подсвечено. Возможно, опять же, как маячок на карте орбиты, так было в оригинале. То есть, вы взглянете на карту и сразу поймете, так, вот мне нужно в горнило, а потом, пожалуй, на эту планету выполнять горячую точку. Визуально это должно упростить понимание ваших задач. На шамане ли кое-что и с заданиями? Рубежи теперь не рубежи, а испытания. Поменяли название. Список этих испытаний, разумеется, пополнится новыми активностями. Будут и испытания в контрактах, новые задачи для режима Гамбит, новое публичное мероприятие на локации Город Грёз и другие. Благодаря таким изменениям, игроки будут получать новый хороший лут ежедневно. Кроме того, испытания будут меняться для каждой активности. Например, за одну неделю игрок сможет выполнить пару испытаний Гамбита, еще парочку для Горнила и еще в героических налетах. И за каждое получить награду. Ну и откуда у меня время на все это? Да не говорите, как бы успеть все, а? Нас успокаивают. Ежедневные испытания накапливаются до 4 дней и только потом сбросятся. Но даже в таком случае, при вашем заходе в игру, вам будут доступны все 4-х дневные испытания разум. Кроме этого, появились и новости о модах. Об оружейных и модах на броне. Сейчас проблема с ними в том, что их используют чаще всего для галочки, чтобы прокачать на плюс 5 силы своего персонажа и все. Мало кто думает, какой мод лучше поставить в оружие или броню. 4 сентября моды больше не будут повышать силу. Так что забудьте про математику. 400 силы плюс 5 модами. С релизом отвергнутых в игре останутся только легендарные фиолетовые моды. Сможете, наконец, очистить свой инвентарь от синего надоедливого мусора. Ваши текущие моды устареют и их нужно будет поменять у оружейника на актуальные детали для покупки новых. Новые, кстати, тоже будет получить не так просто, нас заверяют. Из-за изменения системы оружия и модов, энергетические моды больше не будут изменять тип урона оружия. Так что уже сейчас я бы рекомендовал вам позаботиться о том, чтобы в арсенале вашем были разные типы оружия, которые вам нравятся, с разным типом урона. Основной задачей в изменении системы модов для разработчиков стало то, чтобы изменения, которые следуют за установкой того или иного модификатора, очищались игроком сразу. То есть более заметный эффект, как в системе перков раньше. Там даже, кстати, анонсировали несколько модов, например, Икарус, который увеличивает точность стрельбы в воздухе. Кто помнит такой перк на Палиндроме? Пишите. В общем, наконец-то начались фундаментальные изменения. Не просто вливание новых пушек и локаций, а пересчет экономики игры, изменения, которые меняют ключевые активности игры. Это должно здорово освежить Destiny 2. Ну а пока напоминаю, что изменения в системе слотов оружия мы увидим уже 28 августа. Ровно как и удаление шейдеров пачками и все такое, это случится с выходом патча 2.0.0. А до этого времени нас ждет еще много новостей, так что оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал и узнавайте все самое интересное из мира Destiny. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok